Приветствую вас, сочувствую, представляю, как вам тяжело сейчас. Конечно, полностью представить невозможно, но могу себе представить, как это ужасно, то, что вы грязили. Давайте скажем так для начала, что никакой вашей личной ответственности к тому, что произошло, нет. Вы доверили своей подруге, доверились ей, думали, что все будет хорошо, но, получается, подруга вас предала, а ребята просто вас использовали. И во всем этом не нужно винить себя. И стыдиться того, что вы сделали, тоже не нужно. Потому что вина-то была не ваша. Это их вина. И когда-нибудь они обязательно об этом все пожалеют. А вам необходимо более тщательно выбирать друзей. Вам необходимо более пристально, проницательно к ним относиться. И не доверяться, может быть, так людям, как вы делали это раньше. Мне бы хотелось, чтобы вы, знаете как, именили свою жизнь. Чтобы вы в меньшей степени зависели от других людей. Чтобы вы понимали, что те, кто это сделал, те, кто сразу с вами это сделал, ну, вообще-то говоря, это не люди. Это некие такие существа, которые достойны жалости и застрадания и не более того. И вам нужно, вам желательно понять, почему человек вообще это делает и для чего он это делает. Это не потому, что вы какая-то плохая или наоборот. И тем более не потому, что вы это заслуживаете. Потому что у людей нет вот того главного, того важного, что делает их людьми. Это воспитание и моральных норм. А также ощущение безнаказанности. Я думаю, что вот так сразу, в одном отце, проблему вашу не разрешить никак. Потому что, действительно, у вас огромные травмы. И с этой травмой вам нужно не оставаться одной. Вам не нынешне чувствовать, что вы одна. Вам нужно двигаться даже дальше. Вам нужно перешить это. Назло этим людям. И назло же всем людям показать, что вас не сломать. И что вы все равно будете идти к своим целям. Но опыт, который вы извлечете из этого, необходимо сделать своим. Чтобы ситуация была для вас не негативным опытом, который вы уже сейчас изменить не сможете. Как бы вы ни старались. А чтобы ситуация для вас стала толчком к тому, чтобы двигаться дальше. К тому, чтобы открыть в себе новые, не виданные вами до этого стороны, способности и склонности. Для этого придется себе какие-то вещи поменять. Пожалуй, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.